Родина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Моя прабабушка Сивкова Валентина Григорьевна, труженица тыла. В 1941 году ей было 14 лет. В годы Великой Отечественной войны бабушка трудилась для победы, выращивала хлеб, после войны работала учителем в доме-интернате. Ей сейчас 90 лет, она окружена почетом и любовью. Мой прадед Иванченко Алексей Климентьевич, ветеран Великой Отечественной войны, ушел на фронт в самые первые дни войны из Горловки. Воевал на Первом Белорусском фронте, был сапером в звании младшего сержанта, командиром отделения. Дошел до Варшавы, в 1944 году был контужен, попал в госпиталь. Вернулся домой в конце 1945 года. Моему прадеду Сивкову Николаю Семеновичу в 1941 году было 15 лет. Мальчишкой трудился в совхозе, наравне со взрослыми, мечтал попасть на фронт. Несколько раз пытался туда убежать. Однажды в Сибири по замерзшей реке прошел пешком 250 километров. Его всегда ловили и возвращали матери. В ноябре 1943 года был призван в армию. Проходил службу на авиационной базе в городе Горький. Его обязанностью было заполнять боевые самолеты снарядами и бомбами. А затем советские летчики сбрасывали эти бомбы на фашистов. На авиабазу, где служил прадедушка, неоднократно совершали налеты немецкие бомбардировщики. В мае 1945 года прадедушке пришел долгожданный приказ о направлении его на фронт. Ему выдули обмундирование и должны были наутро отправить. А завтра была победа! После войны прадедушка трудился столером-краснодеревщиком и преподавал труды в школе-интернате. Моя бабушка Вытулева Валентина Федоровна, жительница блокадного Ленинграда. В 1941 году ей исполнилось 4 года. Бабушка рассказывает, что город начали бомбить фактически сразу, с первых дней войны. Детей стали вывозить за город, прятать от бомбежек. Бабушку вместе с детским садиком вывезли в деревню Пестово. Дети с воспитателями жили в оставленных жителями домах. Туда же подвозили продукты. И так как условий никаких не было, оставляли их прямо на веранде. Сахар был дефицитом. Одним вечером бабушка, выйдя на веранду, увидела, что какой-то дяденька посыпает сахаром большие брикеты масла. А она, как любопытный ребенок, спросила его, что это, сахарок? Дяденька ответил, сахарок, сахарок, иди спать, девочка. И бабушка ушла. А утром на завтрак их кормили кашей. Тогда масло в кашу не клали, а разрезали на порции кусочки. И бабушка громко и радостно объявила всем, что сегодня будет каша с сахаром. Воспитательницы были очень внимательными и начали расспрашивать маленького ребенка. Так и узнали про старого человека, посыпающего с сахаром масло. Все масло изъяли, и оказалось, что оно было отравлено. Так моя бабушка спасла весь детский сад. Потом и воспитатели узнали, что в эту ночь были отравлены все колодцы в Пестово. Бабушка была эвакуирована из Ленинграда в Казахстан 4 марта 1942 года и вернулась назад в 1944 году. Давно закончилась война. Давно с войны пришли солдаты. И на груди их ордена горят, как памятные даты, всем вам, кто вынес ту войну. В тылу или на полях сражений принес победную весну, поклон и память поколений. Продолжение следует...